Всем привет! С вами дизайнер Алена. Сегодня мы находимся в квартире, которую мы проектировали специально под сдачу. Если кого-то заинтересует, она находится на улице Кременчугская, 9, совсем недалеко от метро площадь Александра Невского и площади Восстания. Это однокомнатная квартира, из которой мы сделали квартиру-студию, то есть более открытым пространством. Лэш – реализуемый дизайн проекта. В прихожей одна из стен у нас является несущей, и чтобы у нас не было видной разницы перепада стен, мы настроили бескартонный короб, в котором в том числе мы спрятали щиток и задекорировали его картиной. За счет того, что у нас получилось два одинаковых выступа по бокам от входной двери, мы дополнили еще эту часть черным цветом, чтобы визуально сделать выше и помещение, и входную дверь. То есть создается впечатление, что у нас дверь уходит к потолку. Плюс подчеркнули это подсветкой за потолком. Сам потолок тоже у нас необычный, сложный, состоит из декоративных деревянных реек. Они опущены, получается, от потолка, чтобы за ним спрятать всю электрику для светильников. В прихожей у нас висит зеркало при весь рост, которая у нас выполнена из двух срезов слэбов, между которыми есть зеркальная вставка. Она у нас тоже более вытянутая по вертикали вверх, тоже для придания помещению именно высоту и поддержку входной зоны, где у нас выкрашено черным. Также у нас здесь есть вход в ванную комнату. В ванной комнате у нас использовано два вида плитки. И она одной гаммы, но разного рисунка. Мы ее разделили, грубо говоря, пополам. То есть на этой стороне у нас более бежеватая и с разводами камня. На этой стороне у нас находится инсталляция с унитазом. И за стеной у кафедры у нас находится коллекторная группа и водонагреватель. Вот как так это? Чудеса техники. Собственно, коллекторная группа и водонагреватель. С другой стороны ванной у нас более активная плитка. Всю часть этой стороны у нас занимает душевая кабина, которая сделана от стены до стены. То есть вся вода у нас спокойно уйдет в двенажный канал. Сделаем небольшой убортик тоже, чтобы вода у нас не обходила на пол основной. В принципе, нам достаточно одной стеклянной перегородки, чтобы вода от душа у нас никуда не полилась в сторону. Она у нас под 90 градусов. Так что человек, стоящий здесь, может спокойно плескаться. Душевой подиум пришлось поднять повыше, чем он есть, чтобы у нас уклон для воды был хороший. Вода, чтобы уходила и нигде не оставалась надолго. У нас фановая труба находится чуть дальше, чем нам нужно было, поэтому подиум оказался чуть повыше. В общем, так кажется, из-за бортика. Далее мы переходим из прихожей в гостиную. Точнее, в кухню, гостиную и спальную зону. Все это у нас объединено общей площадью. То есть мы снесли стенку, которая у нас разделяла кухню и гостиную. Чтобы лучше ориентироваться в пространстве, мы можем посмотреть планировку в альбоме. Мы находимся в гостиной зоне, где у нас только диван складной. Самая главная фишка именно этой зоны – это у нас плитка. очень необычной формы, как под стрелочку. И в поддержку нее были добавлены еще светильники, у которых тоже прослеживается такой ритм – зигзагообразный, или как стрелки. Мы переходим из гостиной зоны в спальную зону. И здесь мы можем сразу обратить внимание, что потолок из прихожей переходит в спальню. Тем самым мы объединяем эти два помещения. Спальня у нас отделяется от кухни и гостиной отдельной шторы, которая у нас прячется между двумя потолками речными, маленькой спецокартона из своей ниши. Можно на случай, если нужно отдохнуть, отделиться, загородить себя этими шторами. В спальной зоне акцентной стеной у нас является изголовье кровати. Это кокосовая мозаика. Это натуральный материал, который выбиливается именно из кокосовых скорлупы. И создается такой интересный своеобразный рисунок, который не повторяется. То есть довольно эксклюзивная вещь. Плюс мне эту мозаику подсветили стадионной лентой, чтобы рельеф на ней больше выделялся и интереснее играли световые пятна. Теперь мы пройдем на кухню. На кухне у нас повторяется та же стенка, что у нас есть в гостиной, но на противоположной стене, которая у нас еще играет роль кухонного фартука. Сама кухня небольшая, но у нее все есть. То есть есть и большая рабочая зона, и большая раковина. Это небольшая, но все равно, так как это квартира под сдачу, но вряд ли люди будут в основном заняты на кухне готовкой. И скорее всего будут гулять и смотреть достопримечательности. Также у нас есть здесь вытяжка, которая тоже у нас под стиль полок, как такой белый куб. Но она не подсоединена именно к вентиляционному выходу, она имеет свой фильтр. Поэтому мы пошли здесь нагромождение каких-то гипсокартонных коробов над ней и сделать из нее более такой арт-объект. Теперь мы идем к обеденному столу, который является акцентом нашей кухни. Это деревянный слэп, такого рожеватого цвета, который идет в поддержку пола. Стулья черно-белые тоже у нас являются единицелыми с квартирой, так как у нас присутствуют и белые стены, и черные элементы на стенах. И накладные светильники, которые тоже у нас делятся на черные и белые. У нас еще есть ниша под встроенный холодильник. Пока у нас мебели здесь нет, она еще под заказ идет. Но здесь мебель строится вровень со стеной, то есть у нас будет ровная поверхность. Также в квартире есть лоджия, кто у нас идет через кухню, где мы сделали подоконник пошире, для того, чтобы люди, кто будут заходить сюда, возможно покурить или просто в летние дни посидеть, могли попить чаю, кофе или просто посмотреть в окно. Освещение здесь слишком много не стали делать, так как оно часто использоваться не будет. Поэтому повесили такое интересное декоративное бра, которое нам скорее просто создает небольшую атмосферу уюта и уединения. Стены мы не утепляли, то есть лоджия у нас осталась холодной. Единственное, мы дополнили их декоративным кирпичом, чтобы тоже создать более такую не городскую коробку, а более одомашненное, что-то такое загородное. Если вас заинтересовала квартира, она находится в центре Питера на Кременчугской, 9. Ссылка есть в описании. С вами была дизайнер Алена, студия Лэш. Всем пока! Щетчик мы скрыли за постером. Даш, что ты? Выдвини их тоже. Печеньки. Допустим, Даш, я их просто достаю, ем и молчу. Плитку лоджию мы подобрали такую же, как ванной, так как здесь объем небольшой, а в коробке как раз оставалось немного. Давай я лучше скажу, что ссылка в описании, а то я по-любому сейчас запарю. Airbnb. Airbnb. Я так и говорю сначала по-русски, по-русски, потому что Airbnb. Я так могу. Ага. 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 Продолжение следует...